Всем привет! Это видео о том, как создать и удалить точки восстановления в Windows 10 и как восстановить систему с их помощью. Используя точки восстановления, можно восстановить системные файлы Windows 10, а также работоспособность операционной системы, исправить внезапно возникшие ошибки или вернуть систему в состояние на момент создания точки восстановления. По умолчанию в Windows установлено создание точки восстановления во время установки или удаления обновлений, драйверов или приложений. Для того, чтобы создать точку восстановления принудительно, кликаем правой кнопкой мыши на меню Пуск и нажимаем и заходим в панель управления. Выбираем режим просмотра крупные значки и ищем пункт Восстановление. В следующем окне нажимаем настройка восстановления системы и во вкладке Защита системы кликаем Создать. Далее вводим описание для идентификации точки восстановления. Текущая дата и время создания точки восстановления добавляются автоматически. Нажимаем Создать и ждем окончания данного процесса. Он не должен быть длительным. После мы видим сообщение о том, что точка восстановления создана успешно. Также мы можем настроить автоматическое создание точек восстановления. Для этого заходим в меню Пуск, Панель управления, Администрирование и запускаем планировщик заданий. Далее слева в окне планировщика заданий выбираем библиотека планировщика. Microsoft, Windows и System Restore. Кликаем правой кнопкой мыши на строку SR и нажимаем Свойства. В следующем окне открываем вкладку Триггеры и нажимаем Создать. Здесь мы можем выбрать, когда начинать задачу. По расписанию, при входе в систему, при запуске, при простое и т.д. И каждую задачу настроить по собственному желанию. Для того, чтобы восстановить Windows 10 из точки восстановления, заходим в Панель управления. Пункт Восстановления. Запуск восстановления системы. И нажимаем Далее. Хочу заметить, что восстановление Windows 10 из точки восстановления касается только системных и программных настройок операционной системы. Применение точки восстановления удалит все программы, которые были установлены после ее создания. И не восстановит удаленные ранее файлы. Выбираем нужную точку восстановления из списка. И нажимаем Далее. Подтверждаем необходимый запуск отката системы из точки восстановления. И после этого данный процесс запустится. Если Windows не загружается, то мы можем запустить откат системы из точки в среде восстановления системы. Для этого вы можете использовать диск восстановления, загрузочный диск или флешку. Или же после трех неправильных загрузок Windows она запустится автоматически. В среде восстановления нажимаем Поиски и устранение неисправностей. Дополнительные параметры. Восстановление системы. После этого нажимаем Далее. Также выбираем нужную нам точку восстановления. Снова нажимаем Далее. И ждем окачания данного процесса. Еще один способ это восстановление системы из точки восстановления с помощью команды строки, запущенной от имени администратора. Данный способ актуален в случае, когда единственный работающий вариант загрузки Windows 10 это безопасный режим с поддержкой команды строки. Для этого запускаем команду строку от имени администратора. Нажимаем Да. И вводим команду Restrui.exe. Нажимаем Enter. После этого будет запущен графический интерфейс запуска мастера восстановления. Для того, чтобы удалить точки восстановления, мы можем использовать два варианта. Первый – это удаление всех точек восстановления, за исключением последнего. Для этого кликните правой кнопкой мыши по диску, на котором сохраняются точки восстановления, и нажмите Свойства. Во вкладке Общие выберите Очистка диска. Дождитесь окончания процесса подготовки к очистке диска. После этого нажмите Очистить системные файлы. И снова подождите окончания проверки диска. Далее во вкладке Дополнительно, в блоке Восстановление системы и теневое копирование, нажмите Очистить. После этого все точки восстановления, кроме последней, будут удалены. Второй вариант – это удаление всех точек восстановления, включая последнюю. Для этого зайдите в панель управления, восстановление, настройка восстановления системы. Во вкладке Защита системы нажмите Настроить. После этого нажмите Удалить и дождитесь окончания удаления всех точек восстановления. Всем спасибо за внимание. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok